Вселенная любит рекорды. В каком-то смысле она и сама рекорд, абсолютное воплощение гигантизма, в котором размеры и числа теряет привычный для человека смысл. Но даже в этой бездне масштабов есть свои чемпионы, и речь пойдет об одних из самых странных и пугающих объектов, какие только удалось обнаружить – черных дырах. Самих по себе черных дыр много, одни рождаются из гибели массивных звезд и имеют массы в десятки солнечных, другие вырастают в центрах галактики и собирают вокруг себя миллиарды масс Солнца, но среди этого разнообразия встречаются монстры, настолько огромные, что даже само слово «огромный» кажется слишком слабым. В астрономии долго спорили о том, есть ли верхний предел массы черной дыры. Теория предсказывала, что да. Ведь аккреция, то есть падение вещества, ограничена так называемым пределом Эдингтона. Слишком быстрое поступление материи сопровождается таким давлением излучения, что оно разгоняет газ прочь, не давая черной дыре расти бесконечно. Но Вселенная снова оказалась хитрее. Реальные наблюдения показали, что в ее глубинах есть черные дыры, масса которых исчисляется десятками миллиардов солнечных. Для сравнения, вся масса звезд нашей галактики, Млечный Путь, около 600 миллиардов солнц. А значит, всего несколько таких объектов могут соперничать по массе с целыми галактиками. Самым известным рекордсменом долгое время считалась черная дыра Тон-618. Ее открыли еще в 1957 году, как необычно яркий квазар. А позже уточнили, источник света находится на колоссальном расстоянии, почти в 10,4 миллиарда световых лет от нас. Мы видим его таким, каким он был, когда Вселенной было всего около 3 миллиардов лет. Яркость Тон-618 столь чудовищна, что ее свет сияет ярче сотен триллионов солнц. Это значит, что там работает невероятно мощный аккреционный диск. Вещество вращается вокруг горизонта событий, разогревается до миллионов градусов и светится в рентгене и ультрафиолете. По оценкам, масса Тон-618 составляет около 66 миллиардов масс Солнца. Это число трудно даже вообразить. Если заменить Солнце в центре нашей Солнечной системы на такую черную дыру, ее горизонт событий, граница, за которой не может вырваться даже свет, простирался бы далеко за орбиту Нептона. Диаметр черной дыры превышал бы 400 астрономических единиц. Напомним, одна астрономическая единица это расстояние от Земли до Солнца, около 150 миллионов километров. В случае с Тон-618 эта величина умножается на сотни. Вокруг такой черной дыры целые планетные системы могли бы находиться внутри горизонта событий, даже не подозревая о судьбе, пока пространство-время безмолвно схлопывается, вместе с проблемами помельче. Но Тон-618 не единственный претендент на звание чемпиона. В 2019 году астрономы изучали центральную часть скопления галактик Абель-85. В его ядре лежит гигантская эллиптическая галактика Холм-15A. Сама по себе она колоссальна, ее звездное население сопоставимо с несколькими Млечными Путями. Но именно в центре этой галактики скрывается объект, который потряс исследователи. Масса центральной черной дыры Холм-15A оценивается примерно в 40 миллиардов масс Солнца, хотя в некоторых моделях получаются и более скромные значения. Холм-15A интересна не только масса, но и способом ее измерения. В отличие от далеких квазаров вроде Тон-618, где масса вычисляется косвенно через яркость и спектры, здесь удалось проанализировать движение звезд вблизи ядра галактики. Звезды там движутся столь быстро, что объяснить это можно лишь присутствием колоссальной гравитации. По сути, мы видим, как гравитационный колодец буквально выскребывает внутренние области галактики. В Холм-15A ядро выглядит необычно разреженным. Похоже, что звезды и газ были выброшены наружу в результате слияния двух сверхмассивных черных дыр когда-то в далеком прошлом. Это характерный признак того, что галактика не просто росла за счет аккреции, но пережила катастрофическое столкновение. И вот здесь возникает вопрос, есть ли предел? Может ли существовать черная дыра, масса которой не десятки, а сотни миллиардов солнечных? Теоретически, да, если учесть, что в центрах протогалактик ранней вселенной существовали особые условия для бурного роста. И именно поэтому наше внимание привлекло скопление галактик, находящееся на расстоянии около 6 миллиардов световых лет от нас. Его центральная галактика поражает активностью. Там идет колоссальное звездообразование и мощные выбросы энергии. В самом центре скрывается объект, получивший условное имя Phoenix A. По расчетам, масса этой черной дыры может достигать невероятной цифры. До 110 миллиардов масс Солнца. Эта черная дыра активно аккрециирует вещество. Выбрасывает мощные релятивистские джеты и формирует гигантские радиопузыри, которые взаимодействуют с горячим газом кластера. В центральной галактике наблюдается интенсивное звездообразование, несколько сотен звезд в год, что считается следствием охлаждения газа и активности ядра. Это потенциально делает ее самой массивной из всех, о которых мы знаем. Правда, здесь нужно быть осторожными. Такие оценки основаны на моделях и пока не обладают той точностью, которой хотелось бы. Но если эти числа подтвердятся, то Phoenix A станет воплощением космического гигантизма, объектом, который буквально перерисует наше представление о том, где находится верхний предел роста черных дыр. Чтобы понять, почему во вселенной существуют такие монстры, как Тонн-618, Холм-15A и Феникс, нужно вернуться к началу времен. Первые черные дыры, по-видимому, возникли вскоре после рождения звезд в молодой вселенной. Самые массивные из первых светил, жившие всего несколько миллионов лет, коллапсировали и оставили после себя черные дыры массами в десятки или сотни солнц. На первый взгляд трудно вообразить, как из столь скромных зачатков могли вырасти гиганты весом в десятки миллиардов. Но тут вступают в игру два механизма – аккреция и слияние. Аккреция – это медленный, но постоянный процесс роста за счет газа и пыли, падающих в гравитационную пасть. Проблема в том, что слишком быстрая аккреция ограничивается пределом Эддингтона, когда давление излучения буквально выдувает материал наружу. Но если черная дыра окружена пустой средой, как в ранней вселенной, она может расти почти непрерывно. А если аккреция идет в супер Эддингтоновском режиме, то есть с нарушением этого предела за счет собой геометрии диска или потоков, рост может быть еще быстрее. Так постепенно формируются сверхмассивные черные дыры. Но одних только миллионов лет бурного роста недостаточно, чтобы объяснить чудовищные массы в десятки миллиардов. Поэтому переходим ко второму фактору – слияние. Когда галактики сталкиваются, их центральные черные дыры не могут избежать встречи. Сначала они начинают вращаться вокруг общего центра массы, спуская гравитационные волны, а потом сливаются, рождая объект в разы массивнее. За миллиарды лет существования вселенной такие события происходили бесчисленное количество раз. Хон 15-й как раз примерно такого сценария. Пустое ядро ее галактики говорит о том, что там произошло мощное столкновение двух гиганта-цумов. И все же возникает вопрос, почему Феникс-Эй настолько выделяется на фоне остальных? Ведь даже в гигантских скоплениях галактик обычно наблюдается черной дырой всего лишь в миллиарды солнечных масс. Ответ может прятаться в особых условиях. Феникс-Эй – это сердце скопления, в котором идет интенсивное звездообразование и поток газа к центру. Такая среда словно создана для того, чтобы кормить черную дыру, превращая ее в космического гипертрофированного монстра. Феникс – это реликт ранней вселенной, когда галактики были молоды и богаты ресурсами. Возможно, в тот период рост черных дыр шел куда быстрее, чем сегодня. Интересно, что у астрономов до сих пор нет уверенности, где проходит верхний предел. Некоторые теории предполагают, что масса порядка 100 миллиардов солнечных – это физический максимум, за который рост становится невозможным. Другие не исключают существование еще более колоссальных объектов, которые просто слишком далеки или слишком тихи, чтобы мы могли их заметить. Если в ранней вселенной существовали особые прямые коллапсы облаков газа, минуя стадию звезды, то такие зачатки черных дыр могли стартовать сразу с миллионами масс Солнца. Дальше – дело времени и удачных обстоятельств. Для науки наличие таких монстров – вызов. Ведь если Феникс действительно настолько огромен, значит наши модели эволюции галактик нужно пересматривать. Мы привыкли считать, что черные дыры регулируют рост своих галактик, выбрасывая потоки энергии, которые останавливают звездообразование. Но если черная дыра вырастает слишком большой, она становится уже не регулятором, а доминирующей силой, способной лишить галактику будущего. Это ставит новые вопросы – может ли существовать галактика-паразит, вся эволюция которой подчиняется ненасытному ядру? И если да, то как долго она живет? Наблюдение за Феникс-Эй помогает ответить на эти вопросы. И если уж вселенная способна выращивать такие объекты, то возможно где-то скрывается и еще более чудовищный. Но проблема в том, что чем массивнее черная дыра, тем менее активной она может быть. Аккреционный диск перестает светиться и тогда объект становится почти невидимым. Мы видим лишь гравитационное влияние на звезды, а это требует очень точных измерений, доступных лишь для относительно близких галактик. Но есть и другой ракурс. Каждый раз, когда мы обнаруживаем новый рекорд, мы вынуждены пересматривать собственные границы понимания. Еще 20 лет назад никто не верил в существование черных дыр тяжелее 10 миллиардов солнц, а кто-то до сих пор считает, что их не существует. Как и космоса, как и вселенной, как и вообще всего. И Земля плоская. Сегодня же мы обсуждаем объект, масса которых превышает 60, а то и 100 миллиардов. Что будет завтра? Возможно где-то за горизонтом наблюдаемой вселенной скрываются такие монстры, что все сегодняшние рекордсмены покажутся скромными. И мы о них никогда не узнаем, потому что свет оттуда не успеет дойти до нас за время существования вселенной. Но может быть в этом и есть особая красота науки. Каждый новый рекорд не закрывает тему, а открывает ее заново. Холм 15А учит нас тому, как галактики сливаются и переживают катастрофы. Тон 618 напоминает о том, какой бурной была молодая вселенная. А Феникс А показывает, что рост способен идти еще дальше, чем мы думали. И здесь возникает естественный вопрос. Какое значение все это имеет для нас? Жителей маленькой голубой планеты на окраине средней галактики, казалось бы, никакого. Мы никогда не окажемся рядом с этими монстрами. Их гравитация не угрожает Земле. Их существование никак не влияет на вашу повседневную жизнь, кроме несчастных астрологов. Но в действительности именно они напоминают нам о масштабе. Мы часть вселенной, которая умеет создавать такие фантастические объекты. И если человеческий разум способен постичь их хотя бы на уровне чисел и моделей, это уже само по себе чудо. Возможно, однажды мы построим телескопы, способные напрямую измерить массы самых далеких гигантов. Возможно, мы зарегистрируем гравитационные волны от слияния двух сверхмассивных черных дыр весом в десятки миллиардов солнц. И тогда наш каталог рекордов снова обновится. Но даже если этого не произойдет, уже сейчас ясно. Вселенная, как и любой сластеная, не знает меры. Так заканчивается рассказ о самых огромных черных дырах из обнаруженных. И это лишь вершина айсберга. Намек на то, что космос хранит еще больше секретов. Эти гиганты напоминают нам, что вселенная живая, изменчивая и порой пугающе непостижимая среда. И возможно, именно в этом заключается главная ценность науки. Не в том, чтобы найти окончательные ответы, а в том, чтобы открывать новые горизонты, даже если они скрываются за черным светом самых больших бездн. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok